Приятно, что столько людей прибежало в выходной день к нам. Хватит вас видеть. Надеемся, что сегодня положено начало большого аппетита. Путь большой, потому что, насколько вы знаете, у нас целый курс, 12 лекций. Мы никого не принуждаем, здесь все полиграем. Значит, можно посадить одно занятие, можно посадить все занятия. Можно просто ничего не посещать, поговорить с теми, подключать. Так тоже можно, но лучше приходить. Потому что горст уникальный, в руках я не знаю подобного ничего, человек у нас тоже уникальный. Вот мы в этом быстро обидели, если я думаю, приятно стоить машиной, ручкой. В чем суть? Суть в том, что киношкола «Остороняя Диасков» озаботилась тем, что все у нас вроде ничего, мы уже на год кувыркаемся, а вот, собственно говоря, по кино очень мало. Решили сделать такой общий образовательный курс по истории мирового генетографа. Очень долго искали человека. Вот нашли Максима, он нас услышал. Более того, не просто услышал, он сказал, что курс такой есть. Это абсолютно эксклюзивно, потому что я надеюсь, что это будет очень интересно. Они мне вам рассказывают, вы все знаете. 1895 год, «Братья Леньеры», «Поезд», люди кричат, «Скальпиод Веган». С этого дня началось кино, потом появился в 1927 году «Звук», потом в 1935 году «Раскрасили», в 1950-м «Стерео», в 2009-м «Кэмерон», «Пертонон 3D» и «Аватар» уже прошел, да, в 3D-шной истории. Вот, казалось бы, эти все этапы, они, как мы сейчас, как в школе, когда даты запоминаем, сдаем, чтобы получить зачет. Нет, ничего подобного. Это целая революция человеческого сознания. Потому что кино, в общем-то говоря, по мнему мнению, это длинное путешествие самого себя. И почему мы так придемся смотреть кино и ищем умные, хорошие фильмы? Иногда и умные, и иногда и нехорошие. Но все-таки смотрим кино для того, чтобы понять, что происходит с нами, где мы, что мы, в каком подрезке, где мы находимся и куда мы идем. Отсюда, значит, внимание, красивая новинка, отсюда все отчаянные размышления. Профессионалы ищут что-то для себя, не профессионалы, что-то для души. Очень картина разнообразна. Но, видите, судя по тому, что у нас в Кэрисе достаточно крупные, практически нет свободных мест, тема повторена. Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня отправимся в это приятное, интересное путешествие вместе. Желаю вам добра и передоусловно нашему чудесному лету у Василии. Прошу. Аплодисменты. Аплодисменты. Меня стреложило. Праздно, что Вы все знаете. Давайте пару слов я скажу об этом курсе, что здесь я буду представлять. В историю кино можно входить с самых разных точек и можно формировать все самыми разными областями. Можно опираться на историю техники железа, рассказывать кино через историю кинохамер, через кинотеатры. Можно рассказывать историю кино через персоналии, через фильмы, через различные течения, направления, новые волны. Можно придумывать еще какие-то точки входа, какие-то достаточно альтернативные. Львовущий объем фильмов позволяет объем персоналия, его события позволяют это делать самыми разными вариантами. В курсе, который я собрал, я в немало степени был опираться именно на всякие новые волны и старые волны. Но точно так я попытаюсь сделать такую сборную солянку, поговорить. Конечно же будут и названия фильмов важных и важные имена режиссеров. Мы поговорим о том, как менялась индустрия, о том, в той степени, в которой это нужно, что происходило с кинооборудованием, с кинотеатрами. Будет такой коктейль из знаний, надеюсь, удовлетворений. Этот курс называется фундаментальным. История кино невероятно насыщенная. Говорю по событиям, по истории. И даже несмотря на то, что у нас 12 лекций, сбить в них всего просто физически невозможно. Или просто нужно перечислять начало и до конца именно название. И может быть так вот мы охватим все значимые вещи. Поэтому не удивляйтесь и не грустите, если вы не услышали чего-то, на что рассчитывали услышать. Я думаю, мы это конденсируем другими вещами. А так-то можно, конечно, добавить еще и пару лекций будет. Еще более фундаментальный курс. Потом еще фундаментальный курс. Потом совсем фундаментальный курс. Фундаментальный, насколько это возможно. Да, то есть тут можно расти и расти и расти. Мы в этом курсе, ну те, кто видел расписание, они это знают. Концентрируемся в основном на кинематографе Америки. На голливудном кино. И на европейском, западно-европейском. Меньше, естественно, на восточном европейском кино. Ну и я сделаю там заход в Ази ближе к концу. Но, повторю, что за пределами вопроса остается очень-очень много всего. Не стесняйтесь задавать вопросы прямо по ходу реакции. Ну, просто, чтобы обстановка была достаточно спокойной и развалкой. И, может быть, пару человек в зале отважатся и скажут, зачем им нужна история темы? Как они думают и могут помочь знания истории темы? Зачем детей? Ну, классно. Я сегодня... Все-таки с микрофоном лучше, да? Да, да. Максим, да, лучше. А мне кажется, у меня нет микрофона. А у нас с микрофоном теряются некоторые звуки в углу пропадают. Ну, может быть, и не так же будут пропадать. Максим, ну тогда громче. То есть можно без микрофона, но чуть-чуть громче. Ну, как получится. Ну, как получится. Если что-то случится с голосом, то вы мне больше будете. Я сегодня, Фраги, интересно зашел в интернет, посмотрел, есть какие-то интересные дни рождения, привязки к сегодняшней лекции. И так получилось, что сегодня родился человек, которого зовут Лилан Стэнфорд. И мне кажется, это своеобразный знак. Будем надеяться, что благодаря этому знаку, интеллектик Брэйсборд, хорошо и благополучно. Сегодня, в двадцать четвертом году, родился я вообще, который сделал довольно важную, запустил важный процесс для кино, хотя сам он в нем сыграл достаточно небольшое значение. И как вы наверняка, да, поскольку у меня будет очень много файлов, картинок и фрагментов видео, может быть даже очень много, то я буду все время находиться здесь за пультом управления. Простите, что я не буду тут танцевать. Но вы наверняка знаете, что уже давно до столисти человечества там существует масса разных придумок, которых используется, использовалась там или играть в ней, или какие-то оптические игрушки, оптические иллюзии. Может быть, вы встречали такая простейшая игрушка, которая еще и была в день у Китая. Это кружок бумаги, с двух сторон которого нарисованы разные изображения, и с боку ниточки, когда вы крутите за ниточки, этот кружок вертится и совмещается для картинки в одну птичную клетку или что-то еще такое. Иван Стэнфорд, промышленник, филантроп, любитель хорошей жизни и в том числе прочего любитель скачек, однажды задался такой странной проблемой. Его заинтересовало действительно ли левошади, которые скачут колоком, они вот в момент скачки отрывают еще три какой-то земли, вот так как на изображении, на живописи, картинок Тедора Жарико. И он поставил задачу фотографу Эдварду Мэйблитчу. Мэйблитч отработал, как сказали бы сегодня, кран от Стэнфорда, провел серию фотоэкспериментов, просто лошадь скакала по прямой, там были натянутые ниточки к камерам, с забором фотокамеры, когда лошадь перерывала эту нить, срабатывала камера, получался снимок. Стэнф Мэйвлитч разложил движение лошади на составляющие, на фаст, получил такую серию фотографий. Здесь, в принципе, нам фамилия Сэнфорда больше не нужна, он сыграл свою роль в этой истории, он запустил процесс, он получил ответ на свой вопрос, лошадь действительно в какой-то момент открывает все четыре как-то от земли, но вот они в другую сторону направлены, так что художники, они рисовали, может быть, неправду жизни, но работали как раз на зрителя и тот случай, когда какое-то отступление от реальности, наоборот, работает на большую эмоциональную вовлеченность того, кто смотрит картину, потому что, конечно же, вот кожи, которые выглядят так, это не так ярко, энергично, как кожи, которые выглядят так. В общем-то, в кино, как вы понимаете, делает то же самое. Да, оно вроде поиграют в реальность, но на самом деле оно все построено так, чтобы сделать наши ощущения, впечатления воли. Майбридж потом делает огромную серию этих фотографий, огромное количество этих фотосерий, которые используются, прежде всего, в таком познавательном ключе. То есть он фотографирует животных, фотографирует людей, танцоров. Потом получается серии, где видно, как работает мускулатура, как движется наше тело. Это очень полезно и для художников, и для каких-то естественных испытателей, для биологов. Это такая форма изучения окружающего мира. Если не прочего, байбридж сооружает такую интересную игрушку под названием зоопроксископ. То есть он уносит на диск эти изображения лошади. И если крутить ручку, эти изображения сливаются в цельную картинку и снова лошадь скачет. То есть Майбридж сначала разобрал движение на базу, а потом собрал обратно. В результате этого, может быть, громко сказать, что родилось кино, но, по крайней мере, Майбридж сделал достаточно важный шаг в направлении рождения тела. Эти эксперименты происходили в конце 80-х, 1880-е годы. Масса других фотографов точно так же начинает работать над изучением движения, в частности, вот и те, что и фотограф сооружает хронографическое хронофоторужье, которое похоже, конечно, на какой-то автомат. Туда заряжена пленка. Кстати, важно то, что появилась гибкая пленка. Это физически можно было делать. Гибкая пленка, которую можно было фотографировать. Ружье фотографировалось со скоростью порядка 12 кадров в секунду, потому что это неплохо даже для современных фотокамер. И вот можно было получать уже такие фотографии, в которых это движение раскладывалось прямо перед тобой. В течение времени вот эти эксперименты приводят к тому, что американский изобретатель Томас Эдисон и, прежде всего, его инженер, в частности, Уильям Диксон, конструирует машину под названием генетоскоп. То есть это просто ящик, внутри которого на роликах крутится какой-то небольшой фильм на роликах. Одна из вещей, которая была предусмотрена в этом месте с самого начала, это крыльный демони. Ну и сколько там рукоятка, первые генетоскопы были механически, здесь мы можем было крутить ручку, и ты в этот визир смотрел и получал, смотрел небольшое кино. Кино получалось обычно в пределах минут, чтобы просто там размеры этой коробки имели какое-то физическое ограничение. Порядка минуты, полминуты, 30-40 секунд получались такие ролики. И в такой своеобразный День Победы, 9 мая 1893 года, Эдисон представляет свой генетоскоп общественности, а через год открывают в Нью-Йорке первые салоны генетоскопные, которые с самого начала показывают себе достаточно прибыльные вещи. Ну вот еще пару картинок. Похоже, там появятся какие-то моторчики. И надо сказать, что вообще первое время, вот конец таких 90-х годов, появились самые разные машины. Например, такая машина как, скажем, Мьютоскоп, где нету. Там такой барабан, куда вставлены фотографии. То есть там не пленка зашита, а она распечатана по фотографиям. И опять-таки крутишь ручку, вот эти фотографии опять-таки сливаются в цельные изображения. И некоторые фильмы, они попросту сохранились благодаря тому, что в виде фильмов они сохранились в виде набора фотографий. Потому что, забегая вперед, если мы говорим о немом кинематографии, то считается, что утеряно по разным оценкам от 3 до 4 кинематографии. То есть или пленка сгнила, или она испортилась со временем, или там был какой-то пожар. До сих пор случаются какие-то удивительные находки. Где-то в сарае какой-нибудь там Австралии, да, находится американский или французский фильм. Ну, как правило, в русском состоянии, но лучше, чем ничего. И, наверное, мы знакомы с темой и слышали, что в чем есть преимущество пленки, например, цифры, да. То есть, если высылали какой-то там диск, уронили на пол, флеш или что-то еще, то вы уже туда данные выучите с трудом. А пленка пусть она где-то порвалась, пусть будет где-то изображение расплывалось к нему. Но соседние кадры, возможно, остались в целости, ну, в относительной ценности и сохранности. И с этими кадрами можно что-то делать. можно вытащить какую-то полезную информацию, как-то представить, в каком виде был фильм. А точно так же, как, например, видеокассеты там хуже, что ли, да, но, по крайней мере, пока она крутится, то есть скорость движения видеокассеты не зависит от того, в каком состоянии видеокассеты. стерли, но в кассетах крутить за можно. И это, опять-таки, конечно, преимущество вот там, компакт-дисков, где вы поцарапали поверхность, и все, диск перестает читаться. Эйдестон снимает свои фильмы, он строит первую киностудию, ну, если это можно назвать киностудией, киностудия «Черная Мария». «Черная Мария» — это так назывался «Воронок», куда полицейские собирали всяких пьяных и асоциальных элементов. Ну, вот, и, соответственно, и студия получилась такая черная, и, в общем, тут мало привлекательная снаружи. Сверху в ней открывался специальный люк, куда попадал солнечный свет, и поначалу солнечный свет, собственно, и был основным источником освещения для съема фильма, потому что пока еще, конечно же, не было никаких осветительных приборов, они появятся со временем. Эта студия поворачивалась на рельсах, и чтобы следовать за Солнцем. То есть время съемок, оно было ограничено световым днем. Ну, давайте посмотрим примеры фильмов, которые появлялись в то время. Это 894-95 год. Картинки. Ну, вот один из первых, если... Если не самый первый фильм, иди сон. Поработали, отдохнули. Работаем, да? Все как у людей. Тут трудно сказать, это постановочный фильм или документальный. Если это худенцы, которые работали в Эдисон, они, собственно, сыграли самих себя. А может быть, он на релью каких-то сотрудников, но не важно. Вот одно из один из первых фильмов Эдисоновских, и, может быть, один из первых фильмов снятых. Хотя, вот тут есть фрагмент, сохранившиеся две секунды от фильма, из фильма «Вы или Принца». Я не знаю, получится ли что-то рассмотреть в течение двух секунд. То есть это просто сценка... А, ну вот, можно поставить на воспроизведение, да? Только так вот понять, что происходит. Просто семья или Принца ходит у него в саду. Считается, что это, ну, на сегодняшний день, это, наверное, первый фильм, который удалось найти, который удовольствие отрибутировать. Примерно оценить его дату. Может быть, когда-нибудь найдется что-то снято еще раньше. Хотя, как я понимаю, не очень понятно, в каком месяце, в каком году это дело снято. «Вы или Принц» был одним из первых кинематографистов. У него странная судьба. Он таинственным образом исчез, когда как раз собирался передавить миру свою аппарату для съемки кино. Куда-то там поехал на поезде и с этого поезда пропал. И, поговариваю, что, возможно, с ним расправился в виде сон, как со своим конкурентом. И Ли Принц даже только не успел бы никому продемонстрировать то, что он придумал в своей конструкции кинокаперы и кинопленки. Но вернемся к фильмам Эдисона. Приезжала в город какая-то знаменитость. Находило осеннее время. Добро пожаловать в нашу студию. Не сомневшите потоков. А если не помещается в габариты Черной Марии, можно снять на улице. Пусть там остается. Пусть там остается. Понятно, что кинетоскоп это хорошая история. Но она, как вы видите, рассчитана на индивидуальное использование. Какой-то сеть не мы пришли к этому сегодня. Мы тоже с многим кино на экране каких-то мобильных устройств. Не обязательно в кинотеатре. Сегодня технология позволяет оставаться с фильмом 1 на 1. Но, тем не менее, постоянно шли, после того как кинетоскоп стал уже не просто любопытной инженерной новостью, а превратился в хоть и маленький кинобизнес. Постоянно возникал вопрос, как сделать этот бизнес более прибыльным. И многие работали над тем, чтобы добиться проекции фильмы на коже, чтобы сразу много людей могли прийти и посмотреть кино. И здесь уже упоминались фамилии Демьеров и Мельеса, но они не были первыми, не только не первыми, но и не были единственными, кто работал над проекционной аппаратурой над кинокамерами. В Германии, например, был инженер Макс Водановский, в Англии был режиссер и инженер Роберт Ко. Кто-то из них стартовал чуть позже, Водановский сделал первый платный сюжет, раньше братьев в мир, но примерская конструкция оказалась наиболее удачной, наиболее удобной в использовании. она соединяла в себе одновременно и кинокамеру, и кинопроект. То есть, можно было часть этого ящика отсоединить и идти снимать кино. Потом использовать ее решастие для проекции фильма. Очень просто, ну и, наверное, можно сказать, что гениально. «Люньеры» провели первый квартный киносеанс 28 декабря 1895 года. К сожалению, в этот день нет выходного, но те, кто хотят в этот день праздновать день рождения кино, я повторюсь сказать, Складановский был первым, ну, раньше в меру успел сделать вкладный сеанс. Что снимали «Люньеры»? Вы наверняка видите какие-то фильмы, они снимали мир вокруг себя, ну, давайте, чтобы не говорить все-таки для начала, вдруг проще посмотрим. Первый день, который сняли «Люньеры», это, конечно же, выход в робочек с фабрики. И, как показали недавно открытые материалы, недавно найденные материалы, отреставли тут, то есть, я ошибаюсь, не то, что недавно найденные, недавно отреставлировали часть фильмов «Люньеров» и сделали такую подборку, она вышла в прокат, «Люньеры» несколько раз снимали этот выход с фабрики, они добивались того, чтобы он получился таким, каким именно они хотели. То есть, то, что мы привычно принимаем за такой настоящий пример документального кино, это опять-таки постановка, это опять-таки все, не то, что отрепетировано, так, повторенные несколько раз и все эти сотрудники фабрики «Люньер», они играют, но играют не в себя. Точно так же там выпускают собаку, или кто-то проезжает на велосипеде, так и повозках, которые в итоге выезжают за «Люньеры», то есть, может быть, здесь можно говорить о чем-то вроде подобие сценария. «Люньер» отправляют, что они делают очень интересно, они отправляют свои кинематографистов в самые разные страны мира, в Египет, в Испанию, в Россию, куда угодно, и все привозят оттуда какой-то материал. Опять-таки, это частично документальные съемки, частично какие-то постановочные но люди, благодаря этому, узнают мир вокруг себя. Человек, который жил в Лионе, никогда в жизни он не выбирался за пределы своего города, и, скорее всего, никогда в жизни не выберется, но благодаря кинематографу «Люньера», у него появилась возможность увидеть этот мир. И точно так же, как и в других странах, где «Люньеры», открывали свой бизнес, там тоже можно было увидеть улицы Барижа. Вот пример, кинематограф «Люньера» в Барселоне. мне вот интересно, и здорово, потомки этих людей знают, что их прадедушки, прапрадедушки на самом деле вошли в историю, остались с ней, и их можно увидеть не просто какую-то пожелтевшую фотографию, а вот он почти как живой стоит, грузит коробки. и когда говорят, что кино в какой-то сеть не дарит бессмертие, видимо, так и получается. Ну и бессмертный хит всех времен, где у нас приезжаем. абсолютно знаковое кино, в котором соединилось столько всего, это и прибытии поезды, какая-то фантастически точная метафора, поезд, относительно новая технология, и кино как совершенно новая технология, приезжает поезд, и бывает новая технология, которую изменует этот фильм. Какие-то чисто кинематографические вещи, как переход с общего плана на сверх крупный, построение крадра по диагонали, которое придает этому кадру сразу ощутить ему четкую динамику энергию. Ну и, конечно, какое-то слепо времени, которое можно изучать там вы, муравы, одежды, людей на сайте 19-го века, как во всем фильмах. «Давай берег». Я думаю, эта история знакома. На пакторном публичном показе люмеров одним из трех гостей был человек, звали Джордж Мериф. Как и многие другие, Мериф предлагал люмерам купить у них их их синематограф, то есть вот эта штука, которая запатентовали название, она называлась «Проекционный аппарат», «Люмеры отказались», потому, что они не верили в то, что их конструкция способна остаться в веках. Они думали, что кинематографу суждено жить под силой год-два, и за это время они, соответственно, хотят сами снять все слить. И нам значит, что Мериф, кстати, он поехал и купил камеру в Англию у Роберта Пола. И тоже начал, как и многие другие, как и многие другие обеспеченные люди, скажем так, начал снимать кино. Мериф, как возможно, знаете, прежде всего был фокусником, у него был свой театр, где он показывал различные сцены с исчезновениями. У него были в поле стояли различные хитроумные механические игрушки. И тут он открывает для себя кинематограф. Поначалу фильма Мереса, это было, например, то же самое, что и снимали Люмьер. Тоже какие-то простые видовые сценки, ездящие повозки, ходящие перед камерой люди. И, как гласит легенда, легенда кинематографии очень много. Однажды у Мереса застопорилась камера, а первые камеры они были ручными. И пока он нам что-то менял настраивал, картина изменилась, когда он пришел домой и проявил, он обнаружил, что реальность поменялась. И все то, что он делает у себя в театре, придумывает какие-то потайные люки, какие-то сложные конструкции, кино достигается всего лишь элементарным действием. Включил кнопочку, отключил кнопочку. И первые Мересовские фильмы, в которых он использует вот этот трюк исчезающая леди, исчезающая дама, 96-го года. В этом фильме Мерес практически повторяет свои же собственные номера. Он сам в роли фокусника и актрисы, которая соответственно исполняет те же самые фокусы в театре Мерес. какой-то условный совершенно задник. Ну и все мы сидящие в зале это та публика, которая сидела в Мересу вечера и на театре Роберро Денго. Невероятно, как у него это получилось? Не иначе, как магия. Ах, ха, ха, хах, ха, 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 ха. Ах, ха, 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 ха. Ах, ха, ха. Ах, ху, ха, 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 ха. Ах, ха. Спасибо. Мне, как похоже на искусственный таг, мне выйти и поклониться набить меня начинает развивать удивительные свойства и начинает снимать совершенно невероятные трудозатратам фильмы пример фильмы человек археста то есть понятно чтобы снять этот фильм мне нужно было проэкспонировать эту пленку сколько тут 7 раз каждый раз отмотать его на начальной на начальную точку отрепетировать все свои движения так чтобы не пересекаться с самим собой правильно рассчитать экспозицию по моему совершенно адский труд но нужно сказать что не резко у человека удивительно работоспособны потому что с утра он снимал кино днем он готовился к крещенским спектаклям вечером у него был спектакль после спектакля он еще там планировали завтрашние съемки и новые постановки на следующий день начиналось все то же самое совершенно невероятное трудолюбие и увлеченность своим делом и такие фокусы такие трюковые фильмы и конечно же очень большой успех мельес открывает такой своеобразный вариант крупного пара то есть здесь печатается голова мельеса допечатана в кадр которая достигался тем что мельес придвигал камеру просил чтобы выдвигали камеру к нему самому как понятно что он не оперировал такие понятия крупный банк но тем не менее он пример в один из ранних примеров крупного плана кино но и знаковая опять-таки для мельеса вещь еще один хит всех времен если же словом саундтреком от модной группы гаев но раскрасили об этом чуть позже обязательно расскажем о раскрасе можно сказать что к сожалению или не сожалению но так или иначе мельес не очень а потом не очень четко понимал как можно использовать кино возможности кино кроме подобных сюжетов и сцена он построил какой-то момент студию потому что его кругами все это стало не хватать студия опять-таки была полностью из стекла и поначалу мельес тоже больше столь не мотокрофистов во времени использовав качестве освещения 100 прямой солнечный свет не может быть вы видели фильмы с кассе за гигантская конструкция с большим количеством фонов все это там ездило на веревочках сверх вверх вниз вправо влево но у этого конечно же была какая-то ограниченность мы видим перед нами действие достаточно плоско и тот объем которого мы привыкли в кинематографе мельеса мельес пробовал снимать кино на натуре как я говорил по началу и мой результат не очень понравился у меня не было возможности контролировать ситуация контролировать освещение контролировать все что происходит в кадре здесь у себя в студии король бог то что придумал то реализовывалось до какого-то момента это действительно впечатляло и поражало но развитие к нему пошло таким образом что мельес с течением времени полностью устарел но здесь то же самое кстати интересно что в какой-то момент мельес он уже начал отправлять и магазин в разные страны у него очень неплохо шел бизнес и однажды он бы интересовался своими кассовыми успехами в сша мы ему сказали что грубо говоря берут и приколение с потолка что по стране крутится 200 копий с фильмом путешественного мельеса за голову как же так я отправлял в америку всего лишь 5 так мельес струкнулся с тем что мы называемые пираты поначалу за такими вещами копирайк кто-либо следить вся эта история программа актуализируется в конце конце 19 века но мельесу пришлось открывать чтобы там следить за тем чтобы никто просто так не бери не перепечатал его фильмы платил исправно мельесу за использование его картинки с этим столкнулся многие-ногие гемотографисты в частности тот же эдисон чьи аппаратуру точно копировали начала копировали аппаратуру для проекции на большой экран и с какого-то момента основная деятельность эдисона селась к тому что он преследовал тех кто брал вот эти камеры и пытался затащить их суд и на этом деле заработать день и в этом в этом направлении достаточно сильно продвинулся и часть определенный этап развития американской индустрии начала 20 века как раз связан с теми действиями которые эдисон и поддерживающие его кинокомпании совершали по отношению если так можно сказать независимым режиссер к другим кинокомпаниям и кинотеатрам которые пытались играть по собственным правилам и отказывались платить эдисону определенные проценты давайте немного дойдем в сторону классика и леса или мира даму кинематограф с тех пор нем принято сделать проводить такое своеобразное разделение кинематограф в кавычках лимировский кинематограф мереженский кинематограф пример это как кинематограф реальность который изображает окружающую действительность из каких-то прикрас какой бы то ни было фантазии изображает такой как она есть кинематограф безыскусно и правдиво но наверно правдиво правда же брать от определенного момента в кавычках да как мы видели на примере выхода рабочих из фабрики который повторялся до тех пор пока лимьеры не остались довольны а милесовский кинематограф фантазии кинематограф изображения кинематограф грубо говоря джеймс и камерон можно сказать что в каком смысле продолжает милесовскую традицию но кинематограф который продолжает традицию лимьеров кинематограф это но если вы в курсе там фильм братьев кардента которая снимает такое реалистичное бытовое кино по американски и автотуткой повседневности люди которые каждый день преодолевают проблемы социальных драм но у тех же тех же лимеров те же лимеры использовали различные кинематографические третки один из этих фильмов называется отрушение стены для рабочего лагер стену она падает а потом пленка пускается в обратном направлении эта стена волшебным образом поднимается из руинки и простой фокус но тем не менее показывающий своеобразное волшебство с помощью которого который может творить с помощью простых настроек кинокамер в первое время конец 19 века первые годы 20 века были популярны совершенно простые сюжеты раннего зрителя удивляла в тех фильмах даже такие банальные вещи как например шевеление листвы в кадре тот факт что то что актеры люди живут по экрану это понятно потому что они ходят в жизни перед нами но то что вот то дерево которая на улице там скачает идеально тут она на экране на мёртвом сером экране она опять таки качает вот это впечатляло те кроме зрителей мира еще больше чем какие-то сюжеты сами по себе сюжет с живыми людьми вот пример простого бушующего моря который снят на студии роберта пола простой документальный фрагмент здесь . наверно ничего не анализировали но даже простое наблюдение за штормящим морем самому себя оказывалась видишь ранние фильмы длиной так меньше минут не содержалась странная страобразная магия что нужно взять реальность и перенести ее на на плоский экран когда писатель максим горький побывал на нас первых своих динопроказов он достаточно негативно воспринимать и моторов он сказал что он побывал в царстве теней где нету черного и белого это однообразно серая в этом нет никакой жизни есть какая-то своеобразная имитация и ничего яркого светлого в этой технологии в этом мире не монографа не видит не знаю что бы сказал максим сегодня подтвердил бы что он совершенно прав те годы но конечно не моторах продлинулся гораздо больше гораздо дальше посреди с тем что и берёте детям ну вот опять-таки еще совершенно бытовая сцена под названием поцелуй уже сказать что для того времени многих эта сцена оскорбила и заделали нравственное чувство они посчитали что кинематографисты видишь не план границы достойного подобные фильмы конечно весьма амораль чем сегодня или замечательная эксплуатация зрительских ожиданий фильм который называется что случилось на двадцать третьей улице фильм я поставлю телеком это видно как люди останавливаются и смотрят на на кинокамеру не тем не менее что же все таки случилось на двадцать третьей улице это это а а А вот, что случилось с вашей третьей улицей. Спасибо. Передаем привет, который помогли нам. Но это самые ранние фильмы, вот такие простейшие сюжеты. Этот период, наверное, до пятого года, принято называть даже не просто дневным кинематографом, а ранним кинематографом. Собственно говоря, даже еще не о чем сказать, это какой-то такой бульон, который постепенно начинает концентрироваться в какие-то кристаллы, которые впоследствии, собственно, начнет вырастать кинематограф. Достаточно важные шаги для развития кино сделали английские кинематографисты из так называемой Брайденской школы. Ну, Брайден – это, понимаете, не район в Нью-Йорке, это город на юге Англии. Кстати, стоит отметить, что первые кинематографисты, они, конечно же, были, кстати, сами себе вообще все. То есть один человек придумал сюжет, да, и сам все снимал, и, может быть, в крайнем случае, просил бы повертеть ручку, играл, или играли члены его семьи, сам же он был в таком-то смысле продюсером, то есть все сам, тогда еще и в помине не было никакого разделения на кинематографические специальности. Ну, давайте посмотрим пару примеров того, что изобретали англичане. Вот, например, еще один его будет на фильм «Поцелуй в туннеле». Это будет 99-й год. Это один из ранних примеров монтажа. И тогда вот в тот период были популярны в течение, может быть, не очень продолжительного времени, так называемая «Фантом Райдз». Фильмы, которые попросту снимались, допустим, из кабины машиниста. Ну, понятно, что это были очень короткие фильмы, там, две-три минуты. И они просто изображали реальность, как она видится. Стой. Сейчас закончится один, и туда проломку расскажут. Ну, понятно, здесь поезд пошел в туннель, и как бы пара осталась без свидетелей, не можем позволить себе немножко пошарить. Вот, и дальше поезд выезжает из туннеля. Во-первых, вот эти «Фантом Райдз» очень любопытные фильмы. Как их были, это просто запись реальности, которая, какой она видится, если ты, грубо говоря, просто высунул голову в окно. Режиссер этого фильма «Джордж Альберс Мир», говорю, что ему захотелось как-то разнообразить этот прием, вот этот формат фильма «Фантом Райдз», он ставил туда сцену с поцелуем. То есть получилось, получилось не просто мантаж, механическая склейка кадров. Склейка кадров смысловая. То есть сначала поезд лежает в туннель, темнота, да, следует поцелуй в такой интимной обстановке. После этого поезд из туннеля выезжает. То есть имеем три кадра, которые связаны между собой с смысловой склейкой, а не просто каким-то какими-то механическим соединением. Интересно, что вот этих «Фантом Райдз» они в определенной степени вернулись и сегодня, спустя сколько, больше ста лет. Может быть, вы слышали такой феномен медленное телевидение, да, когда снимаются, началось там буквально пару лет назад, вдумали скандинавы, снимается опять, но уже многочасовые фильмы из кабины поезда, который идет через ту страну. или камеры подвешиваются под самолетом, и самолет летает потом час, пусть им на Швейцарии. Или камера устанавливается на корабль, и корабль где-то там себе фигачит. А камера просто снимает море. или поезд, который идет 7 часов, да, там фильм длится 7 часов. Там не происходит, так говоря, и какой-то мокриде там нету. Мы просто видим, кто зубряет. Но вот это новое возвращение более чем старого приема, оно производило многие достаточно сильные и люди готовы сидеть и смотреть вот эти 7 часов, как едет поезд. Ну, может, конечно, сесть в поезд, 10 часов, высунуться в окно и смотреть. Ну, а можно потом посмотреть такое своеобразное кино. Но, тем не менее, вот этот пример того, что вещи, которые, казалось бы, можно списать в пути, да, которым 120 лет, да, они возвращаются на новом этапе таким совершенно неожиданным и очень интересным образом. Ну, так или иначе, появляется практика такого смыслового монтажа. Кино начинает обрастать своей грамматикой. Начинает формироваться то, что получает название языка кино. Зрители приучаются к тому, что сюжеты становятся все более и более сложными. Действие может переноситься из одной локации в другой. Зрители изначально должны понимать, как эти кадры связаны между собой. Почему люди, которые находились сначала здесь, они потом, после склейки, оказались в другом месте. «Ранее триллер» «Ранее триллер» «В кадре происходило по горизонтальной плоскости, в такой горизонтальной плоскости, то уже в тех или иных фильмах начинает использоваться глубина кадра. То есть люди, вспомните ремьерский поезд, который приезжает с глубины кадра, приезжает на зрителя. Люди все чаще используют все пространство в кадре. В кадре возникает объем. И уже видите какие-то, пусть и небольшие, но повороты камеры. Плюс, конечно, уже съемки на Пленере, это достаточно выгодным образом отличалось от фильмов Пильеса, которые, как я говорил, в какой-то момент уже перестали развиваться и повторял свои даже самые удачные находки. Снова и снова он отправлял путешественников на Северную полюсу, какие-то подземные пещеры, какие-то иные игры. Но все это, по сути, в принципе, началось путешественным образом. Кровавая баня, я смогу играть и не могу. Вот пример того, как тот же самый Альберт Сбуржарка Смит начинает работать, ну, условно, крупным планом. То есть у бабушки есть лупа, с помощью которой она читает твои деды. Вот внучек начинает наводить эту луку на разные предметы и открывает мир в другом масштабе. У Сибири, разумеется, зрителю. То есть, опять-таки, с точки зрения содержания, ну, что называется, кино, ни о чем. Но это те вещи, из которых вырастут, начнет вырастать кинематограф. Что можно показать крупным планом какую-то смысловую вещь. Можно показать сцену, которая идет на камеру, а потом, допустим, камеру развернуть на 180 градусов и показать продолжение сцены. То есть, такие вещи, которые сегодня воспринимаются, ну, собственно говоря, даже никак они не воспринимаются. Ты к ним относишься как к чему-то само собой разумеющемуся. Это, так или иначе, это нужно было изначально придумать. То есть, нужно было придумать, что можно взять и развернуть камеру на 180 градусов. Потому что поначалу, конечно, камера была совершенно статична. И один из знаковых фильмов этого периода, но уже американская история, это «Большое ограбление пояса». Ну, или вот, давайте посмотрим любопытные фрагменты с жизни американского пожарника. Так, режиссер Эдвин Бортер, который, ну, там, Брайтонская школа Барнии, А он в Америке тоже очень любопытным образом развивал сюжет. Он составлял сюжеты своих фильмов из довольно большого количества сцен. Он уже достаточно свободно оперировал перемещением между разными локациями. И для своего времени это уже, это было достаточно впечатляющее кино. И в 903 год фильмы постепенно... Сейчас сделаю паузу. Фильм постепенно становится все длиннее и длиннее. Во-первых, с технологической точки зрения. По началу короткая продолжительность фильма была ограничена тем, что пленка элементарно рвалась. Это нужно было промотать большой кусок бобины. Плёнка на этого натяжения не выдерживала. Но потом изобретает в этом... Придумывал небольшое устройство, которое так и получило название петли об этом. И оно создавало небольшую... Плёнка в каком-то пуске провисала. Это натяжение срустского и можно было увеличивать длительность фильма. И скажем, вот, большое краблиния пояса длиться, по-моему, если не ошибаюсь, там, минут 15. Ну вот, посмотрим нападение на пассажиров и сделаем паузу. Считается, что крабление пояса – это такой первый круто-вестерн. Потому что здесь есть бандиты, которые ограбили кассу, напали на пассажиров, напали на пассажиров поезда. И дальше собирается компания небезразличных граждан и также законников, которые потом преследуют этих бандитов и с ними расправляются. Что такое? Всё должно было быть иначе. Ну ладно. Другой фрагмент. Просто как пример игры актёров, которая была принята в то время. Это такая очень подчеркнутая, очень явная мелодраматизация. Все жесты подчеркнутые, чтобы их увидели с самого последнего ряда. То есть это во многом шло из театра. И плюс всё-таки по началу фильмы снимались в таком общем плане. И просто чтобы, грубо говоря, зрители с зальних рядов могли рассмотреть, что происходит на экране, как себя чувствуют персонажи. И тем зрителям уже было всё показать. Тоже было изображать руками отчаяние или страх, или радость, или что-то ещё. Хорошо, давайте сейчас сделаем всё-таки небольшой перерыв, что мы уже потратили час. И давайте минут через пять вернёмся к нашим увлекательным разговорам. Продолжение следует... Продолжение следует...